привет друзья с вами вами и это вновь battle brothers пару недель наверное уже не было видео по этой игре и по каким-либо еще играм потому что я немножко заболел но пока я болел я в братанов на самом деле играл и наиграл еще целую кампанию на 270 что ли дней а в другом себе естественно и немножко научился лучше играть возможно возможно нет но по крайней мере немножко научился интереснее играть в плане собирания party и всего такого и знания полученные оттуда будем тут пытаться применять наверное посмотрим но тут тем временем у нас прошлый раз все закончилось на том что я немножко неудачно сразился с линдвурмами и отменил квест после пары пары рестартов я на самом деле после этого еще потравил его с авто сейва еще несколько раз и пару раз у меня получилось его без потери без травм пройти но это как бы рандом там как повезет с тем насколько линдвурм попадают на самом деле у меня партия недостаточно сильно для 4 4 там было или 3 в общем для того количества линдвурмов которое там было двух может быть я бы запинал одного я бы явно запинал но три и больше это немножко сложновато ну да из-за того что я отмил контракт у меня немножко испортились отношения с этим городом отношения неприветливые но только с этим городом по моему еще репутацию немножко упала из-за этого значения не репутация а вот это вот известность но это не так уж критично наберем обратно что еще у нас тут происходит нас война начинается война благородных домов и они будут немножко враждовать я думаю я присоединюсь к темно синим вот этому дому потому что у меня там хороший город есть у меня там в принципе неплохие отношения с несколькими другими городами вроде бы были ей так с ними союзничал с желтым я враждовал так что постараемся за темно-синих нападать на желтых если отправят на светло-синих на белых вот этих вот то посмотрим на самом деле я бы с ними тоже ссориться не особо хотел так что будем все-таки стараться брать квесты только на желтый дом но для того чтобы брать квесты на желтый дом нужно сначала добраться куда-то туда а война на самом деле написали в прошлый раз в ивентом что она начинается но на деле еще там наверное дней пять у нас есть до того как она собственно активно начнется а и до того как начнут квест выдавать связанные с этой войной так что есть время добраться до севера но перед тем как мы будем все это делать давайте разберемся что у меня сейчас с персонажами потому что я не играл в этот сейв пару недель так что я не помню что происходит у меня есть танк восьмого уровням с нормальный в принципе защитой 60 с нормальной броней с нормальным хп стамины маловато а надо будет ему взять на самом деле двужильного надо будет ему взять town потому что это против некоторых врагов очень полезно на самом деле он сильно реже используется чем кажется прошли бы танк должен таунтить врагов чтобы вы били но на самом деле проще а контролить врагов то есть выдвигать танка по туда чтобы враги стояли вплотную к танку но не вплотную к другим персонажем и они будут бить танка потому что они больше ничего не могут сделать так что он в этой ситуации не нужен но против пары врагов он помогает так что это два уровня и это будет 10 провокация плюс двужильный 11 уровень от последний нормальный левый лап и на нем я получу два скиллпоинта потому что у меня взят ученик который возвращает свой скиллпоинт на 11 уровня и там я возьму передышку и что-то еще что именно еще это нужно подумать какие вообще хорошие варианты а сумки пояса могут быть хорошим вариантом потому что некоторых боях мне нужно несколько счетов я думаю 3 хватит так что это не так критично уклонение не поможет следопыт от хороший вариант чтобы ходить эффективнее всегда хорошо кроме этого одинокий волк это хороший вариант опять же достаточно ситуационный не во всех боях как и провокации он используется но иногда полезно танка отвести далеко от своего основного отряда и получать 15 процентный бонус ко всему а ко всем статам по сути это хорошо и кроме этого может быть рокировка но я больше склоняюсь к чему-то к одному из других трех вариантов причем больше всего на самом деле к следопыту мне нужен будет хотя бы один танк с одиноким волком когда-нибудь но я думаю возьмем на другом но хотя с другой страны может быть и на этом посмотрим ладно так что этот чувак в принципе хорош этот чувак на девятом уровне 76 милишки 23 защиты маловато у него взят берсерк тяжелая броня в принципе все окей стамины достаточно но милишки маловато у него все-таки может быть на одном из следующих лива взять ему быструю адаптацию но посмотрим а этот чувак 8421 неплохо вполне неплохо и у нее тоже тяжелая броня хотя на самом деле самой брони у нее тяжелый покажет нет но хорошо этот тисачок наш 69 стамины нормально этот чел на пятом уровне 79 17 вполне хорошо никаких полезных перков для защиты у него нет так что защита у него будет не супер в итоге типа 2026 примерно но это достаточно адекватно типа этого чувака будет примерно также наверное в остальном все с этим челом нормально этот человек 9531 это наш самый лучший чувак стамины нейтрал он не лучше потому что он стамины нейтрал то есть мы не получится взять берсерк чтобы он был прям супер крутым и супер дамаговым но в остальном он вполне хорош а этот чувак у нас тоже будет стамины нейтралом надо тоже ему топор достать нормальный ну или или молот двуручный на кстати были двуручные молот и правильно с варваров так что может просто дать ему молод и мастерство молотов что без мастерства он сейчас будет немножко страдать такой стаминой ладно стат и терпимые кстати нами то что прям супер хорошие 79 миллишки на седьмом уровне он по моему мне довольно плохо качается ну ладно это наш второй танк пока что не докачанный без закаленного в боях он не особо танкует но закаленный боях у него на следующем уровне так что с этим все нормально а и во втором ряду у этого чего маловато защиты это гибрид с которым все нормально а кроме того факта что ему нужно так вот сделать то что он сейчас не может переключиться на алибарду потому что алибард занимает оба слоты у него нет кармана чтобы обе свои ушки перевожить карманы ну ладно в принципе 66 56 на третьем уровне это вполне отлично прокачается он хорошо собственно него будет 90 милишки у него будет 88 дальнего боя но все плохо защиты и из дальнобойной защиты но это понятно мы и не качаем баннер наш хорош в плане решимости но плохо в плане всего остального по сути этот чувак по сути стрелок с пушкой и с ним все нормально и этот чувак хорошая милишка терпимая милишка на восьмом уровне 74 это не супер хорошая но терпимая хорошая защита я думаю этого чувака в первый ряд переставлю и будем как-то так все делать и здесь запасе на 76 19 нормально 73 19 менее нормально но близко этот чувак довольно так себя и этот чувак у нас вообще самый худший по сути потому что у него 2 для перманенных травмы минус защиты минус инициатива минус выносливость так что не 10 защиты всего лишь 69 милишки на что уровне тоже мало быстро адаптация конечно у него есть но все же в крайнем случае можно использовать но только в крайнем случае а на 1 посмотрим что тут по квестам тут выдают контракт благородного дома разобраться зеленокожими 1080 крон хочу ли это делать пещера пожирателей плоти к востоку от поселения штаббург где-то там и потом еще возвращаться сюда я не хочу возвращаться сюда так что сделать то может быть и стоило бы но увы а у меня мало еды так что мне нужно закупить чего-нибудь но тут все очень дорого я куплю один стак а тут в принципе терпимые цены я продам один арбалет я продам гоблинские копья я продам этот молод эту дубину все наверное мозги они ни на что полезное не уходи насколько помню так на самом деле у нее еще меньше еды потому что закончится через день но я думаю я думаю я думаю мы сходим соседний город и там купим еды я хочу еще посмотреть наемников мастер меча крутой класс но мало хп мало стамины это его основные минусы и еще есть минус что у него ивент что он стареет со временем и тогда у него будет еще меньше хп меньше стамины но остальные все статы у него очень крутые за 5000 не уверен типа с таким хп и такой стаминой что из него сделать нимбла в кача не получится потому что хп слишком мало тяжелую броню и нормальное количество стамины чтобы оставалось не получится потому что миды мало хотя если у него близко к макс рову и там какой-нибудь дырка плюс стамины бывают такие вообще то может быть так что как бы получается что ничего хорошего в плане выживаемость из нее не получается а все остальные статы все остальные статы нормальные но зачем они если у нее нет выживаемости ладно этого чувака мы смотрели этого чувака стоит кстати взять когда-нибудь караванчик потому что у караванчика есть ивент что он расширяет инвентарь на 9 клеток по моему один раз за игру так что в какой-то момент стоит его взять и прокачать по моему должен быть 6 уровня чтобы этот ивент прокнул может быть 3 и выше напомним что все таки так что просто ради этого вкачать жадный вор который был бы неплохим танком бастард с неплохими в принципе статами на минус защита но нет никого я тут не хочу брать пока что я заплачу за более быстрое лечение травмы я мог бы купить себе броню на 210 на 240 но в принципе тут дороговато все из-за того что засад на торговых путях а это те же самые линвурмы да это было не очень хорошо потому что она не была подсвечена я могу от них сбежать а также я ускорю игру в плане скорости боя потому что я за то время когда игра в другом союзе привык более высокой скорости боя так надо просто отступаем постепенно а тут есть авто отступление она кривая его лучше не использовать так по крайней мере пока я не подошел уже к самому краю вот я по моему две клетки считаются точка отступления хотя может быть я ошибаюсь чем знаем отступаем отступить хорошо минус настроение минус немножко славы но да это все из-за того что когда загружаешь сохранение вроде не рендрится почему-то что поделать а здесь тоже засаду на треховых путях так что тоже все будет дорого и еды тут в продаже не очень много куплю еще один стак потому что у меня все-таки проблемы с едой а продавать мне особо нечего квесты караван каракан это на юг нет мне не интересно и три черепа тоже ли нормы я обойдусь те же самые скорее всего хочу ли взять ополчанцы нет 55 не лишь не хочу я пройду через те города потому что может быть это могу кого-нибудь нанять себе или может быть я хочу проехать через туман здесь но у нее еды нет чтобы ехать через туман так что все-таки поеду в тот город бандиты за которыми гонится отряд у них нет особых шансов это заброшенная крепость для войны севера и юга которая у нас не прокнула в качестве первого кризиса вот здесь можно купить еду по нормальным ценам и здесь можно купить инструмент по нормальным ценам только у меня максимум 200 так что я думаю стоит купить пару стаков здесь можно купить птицу но чуть дороговато и также она не то что прям особо нужно квестов нет наемники у этого чувака низковаты статы рыцарь межевой один из лучших классов в принципе очень дорогой в плане изначальной покупки довольно дорогой в плане ежедневного жаловне но очень хорошие разбросы статов что типа 73 милишки максимум 110 стамины максимум 44 решимости от все хорошо 67 67 милишки 10 защиты и этот в принципе довольно средний заролен хочу ли я брать его за 5000 нет топор который сам по себе стоит тысячи три но броня трешевая шапка нормально это 200 с лишним по моему но сама броня 110 и он второго уровня так насчет вот этого ополченца никак милишка без звезд защиты без звезд все остальное так себя если у нее нет звезд то 63 это по сути примерно так же как здесь точнее где-то 70 78 79 80 может быть будет и этого мало у него вполне возможно есть звезды ли вы защите либо в атаке узнице нет продаж такого же пара хотя я хотел посмотреть и поскольку стоит такой же топор если вы просто отдельно чувака брать тут есть два молота по 3200 они примерно такого же класса оружия так что в принципе условно топор бы тут стоил те же самые 3200 допустим то есть по сути чувак за 2400 я куплю его даже не буду троить и просто сразу куплю и посмотрим что у него заролилась у него нет звезд в хороших местах но зато у него плюс здесь здоровье он есть меньше и у него опять же хороший топор брать шапка на 200 оказался 200 с лишним должно быть но ладно суть у меня такие же трешевая броня 1 лево плюс 2 плюс 2 и наверное решимость ему стоит поднять аж 39 маловато типа у него все кроме решимости хорошо заролилась решимость тоже близко к максимуму но по-моему у него разброски по 34 44 то есть среди 1 с таким хп нет смысла брать здоровья к так что возьму ему ученика вместо этого и пусть он качается она также возьму его топор и дам его этому чаву потому что это сильно более хороший топор типа здесь 35 70 урон здесь 80 100 то есть тут минимальный урон выше чем там максимальный 40 150 тут было 40 125 так что этот топор значительно круче тебе покажет такой качаться он особо не будет чему бы алебарду какой-нибудь дать сейчас особо нету 1 допустим допустим о чем я по настроению она довольно нейтрально несмотря на то что мы сбежали из боя так что ладно еду я купил в итоге типа один стак куплю побольше и погнали еще соседний город а кочевники как-то немножко далековато от своей пустыни можно на них топать радио экспо гол посмотрим так и не смогу дострелить все равно но мне стоит подходить потому что потому что я буду к ним подходить в любом случае типа они сами ко мне скорее всего один из них пытается ко мне зачем-то подойти ну да я просто сделаю три шага вперед всеми и потом будем смотреть танком четыре шага тебя сюда тебя сюда чтобы держать этого человека это всего лишь один прошивый чел но все же он на возвышенности фон с копьем это чуть неприятно один так очень косые чуть из металлками у меня посмотрим прокачаются еще хочу ли я шмот с кого-то нет что 105 броня и 125 шапка лучше что тут есть но это все мне не нужно так что хочу просто ударить кого-то поэтому чего выше всего шанс так что я ударю его потей здесь этот чем опаснее так что этого все-таки отфокусить переключиться на топор и почти шотнуть его слух по так умрет от кровотечения скорее всего а нет быстрых рук блин мешает ладно ты сколько у тебя защиты 59 чуть-чуть опасно но в принципе теперь матер лучники теперь не проблема тут переключиться на молоток и убить этого чего и тут и толкну его щитом не хватит ему что подойти что прохнув сперва точнее не стамина очков действия то что промахнул сперва . чем смогут он убегает я убью более легкого чувака хотя на самом деле он абсолютно безопасен тут есть быстрые руки так что дубины и промах добить потому что быстрых рук нет так что переключиться обратно я не могу метнуть пару раз метнуть пару раз он сюда подошел но хорошо минус почти все хп минус остаток хп переключиться бить того кто не сбегает тут тоже теперь он сбегает теперь просто подходить к лучникам которые не стреляют потому что наш танки чего не вообще шаг сделать то что они закончились у него сломаный нос так что он медленнее регенит так длинным топором сюда баннер туда с барсарка можно два раза ударить дальний бой в принципе уже не нужен не будем тратить лишние патроны готов готов и может танком его добить или этим чем мастерства у меня еще нет этим чем никто нифига не качается потому что тупейшая тупейшая хрень с тем что короче тупейший обед что x получают только те кто добивает это не стоит чинить ладно погнали штаббург тут нашество зеленокожих это улучшает цен для нас нет но что поделать цены тут довольно трешевая так что продавать что-то смысла особого нет покупать что-то смысла тоже особого нет потому что у нас всего хватает наемники охотник вся часть 58 плюс выносливости без звезд без нормальных звезд увы если бы либо в ближнем бою либо в дальнем бою либо лучшие там и там то было бы хороший чал но увы нет собаковод тоже без звезд ладно остальные мне не очень интересны а я куплю еще вообще-то что у меня собаками одна собака две собаки я куплю еще пару в броне сразу так тебя собаку ну тебя собаку норм вооружейный ничего прям интересного типа двуручный молот от хорошо двуручный топор лучше тут нет продажи в броницы кстати тут в любом случае плохой выбор и ужасные цены из-за орков так что нет особого смысла он теперь мне есть и да я думаю пройти через туман вот здесь слегка и в сторону шнефельс может быть может найдем какой-нибудь лагерь который можно зачистить например вот этот немного разбойников стрелков много налетчиков на возвышенный не на возвышенности нас укреплениями на ногу конечно хотя это будет не особо не особо выгодно и также немного стрелков это сколько это покажет непонятно сколько три один из них с арбалетом поместье бы было четыре то это было бы много уже но хотя не 42 из них с арбалетом один из них с не оба даже со средними арбалетами они с легкими может быть проблемой кроме этого ничего особо интересного у этого чувака меч хороший у этого чувака копье нормально это тоже скрома сакс а не нужно было на шаг дальше пройти 1 так танки отправлю туда видим такой строй арбалет неприятно у меня пока что нет достаточно хорошей брони в основном проблема типа если бы у него была броня не 140 170 типа там 240 270 выстрел арбалета ничего бы ему особо не сделал но увы в этом моя проблема с дальним боем у врагов в хорошей брони типа либо в хорошей брони с закаленным в боях либо с хорошим хп и ловка чем и в легкой броне эти арбалетчики это не такая уж большая проблема даже если там типа 4 они все стреляют в одного чего они в не убьют они мы даже травмы скорее всего не навесят а после первого залпа и скорее всего получится по крайней мере кого-то из них получится законтролить и там уже будет меньше проблем а хочу ли я использовать пушку она будет стрелять сюда то есть типа может быть этих двух я зацеплю не сейчас не та ситуация чтобы использовать пушку так что я буду метать металлки 48 43 33 я думаю шаг вперед по крайней мере стоит сделать так что подожду этот человек по сути мертв тут я тоже подожду ну ладно шаг вперед и убить там ваншотом этого чего хорошо замечательно видим в голову папа что у меня с баннером мало защиты мало защиты в дальнем бою закаленный в боях но так себя броня оставлю вообще надо было подождать а не закончить ход и оставлю его здесь я могу подойти этим танком вот сюда за контроле чего с металлками и копейщика скорее всего на следующем ходу если стрелки не сдвинуться я смогу его подвинуть щитом и сделать шаг вперед чтобы по крайней мере черт болельщика с контролить но посмотрим что из этого выйдет я бы хотел на самом деле спасти этого чего так что ударит туда вторым танком метка сколько у меня шанс был 35 он два раза попал не хорошо 7 хп и он тратит по одному очку здоровья каждый ход я думаю за 7 ходов мы закончим за 7 раундов бой но если в него еще раз выстрелить то то он не выжить так что надо его отодвигать назад 63 процента только один раз могу метнуть и этим чем могу дойти сюда и ударить топором чё сбегает хорошо и этим чем я ждал пока кто не пойдет в принципе один человек пошел так что он так сделать чем все так ярко стало потому что вы не высоты сменился или что видимо да ладно это что сбегает этот чау немножко умирает но я могу по крайней мере заставить отступать того кто вплотную к нему стоит здесь можно подняться еще на уровень выше и кинуть аж туда нормально у металлок 4 дальность но с высоты вниз дальность повышается то есть раз два три 4 5 6 потому что на 2 выше и в принципе терпимый шанс даже потому чего и хуже шанс по всем остальным кроме ближайшего хочу ли поэтому ближайшему метать чтобы может быть убить его лучник сильно более опасен так что я хочу по нему метать в принципе два раза метнуть бы не мог так что и убить этого человек тоже скорее всего не мог ладно что с тобой делать с твоими 20 хп хотелось бы добить кого-то тобой чтобы ты качался хоть как-то но кого можно отступить на шаг и попытаться добить этого чего альбардой здесь шаг вперед ваншот снова в голову тянет повышенного шанса попадания в голову или чего-то такого у меня уже есть караванчик тогда вообще вода но вроде вроде нет но есть плюс 10 крона в ближнем бою может быть это из-за этого настолько хорошо ваншоте так же он им обоим в голову попал вроде бы то что в тело даже плюс 10 процентов он бы не шотного отвечала на трупе которого он сейчас стоит ладно ударить того чувака и добить его этот налетчик выкинул все свои металки также дальше он переключится на что-то ближнего боя так что к нему подходить смысла особого нет для контроля туда я подойти не смогу собаки у этого чего нет то что можно было бы подойти сюда кинуть собаку но она бы грызла этого чего так что нет увы все-таки подойду к нему чтобы чекнуть его мораль так я могу подойти сюда и переключиться на следующем ходу на длинную палку и бить сквозь укрепления так можно чё вы настолько промахиваетесь она даже не пишет какой шанс был типа это дает плюс 40 процентов шанс попадания не 51 милишки то есть по сути 91 милишки то есть там шанс где-то но может 80 что у них какая-то защита есть в прошлом бою чау со второго раза только ударил щитом в этом бою чего промахнулся какого хрена что с вами не так непонятно у этим чем я могу за контроль зарпалетчиков шикарно абсолютно шикарно этим чем пройти сюда этот налетчик просто вообще не хочет отступать никак и никогда это немножко странно ты уйди подальше там чего пытался убежать у него не получилось не надо ломать не щит может быть я сделаю так чтобы не не ломали щит чуваки с топорами очень любит использовать разлом щита и это немножко нехорошо особенно это нехорошо потому что когда щит ломается он ломается и у меня его больше нет то есть это не как броня которая там мне пробили ее до нуля и после этого она у меня с нулем прочности я ее могу починить после боя не щиты ломаются прям совсем совсем до конца в том числе легендарные и именные щиты что прям совсем тупо ну ладно что я хочу этим чем сделать подойти сюда и кинуть в это вопрос чтобы прокнуть на него блин почему почему ни у кого нет быстрых рук она я буду бить длинные пушки раз так сюда сюда она набить его я не могу ничего полезного этим там танком сделать кроме как просто бить чуваков и качаться таким образом тоже типа самое полезное что я мог бы им сделать это законтролить этого стрелка но тут два человека которые мешают пройти даже если оттолкну одного из них щитом они все еще будут создавать сплошную стену увы тут что 46 прочности но это не критично умер открывать течение после того как пытался убежать радости с очком это немножко печально потому что все-таки хотела добить своим дальнобойным чаром я могу подойти сюда переключиться на альбарду и в следующем ходу бить его не подходя чтобы чуть-чуть безопаснее тут просто убить чего тут просто задамажить чего быстрых рук нет так что могу переключиться но не могу ничего с этим сделать так и вот так чтобы за контроль всех окей остался только один начал он не проблема так у тебя 3 хп 2 хп но этого достаточно то что на этом на этом раунде мы закончим бой отлично не отлично потому что куча урона но все-таки немножко инструментов уж не на куче еды 400 денег немножко шмот на продажу ок ничего прямо интересного и никакой прокачки зато куча травм печально конечно но что поделать так починить это копье починить вот это вот все починить арбалеты ну и все вроде бы у этого чем кстати тоже нужно выкинуть бомбу потому что он не сможет переключиться на пушку вот тут ничего интересного у чувака хорошее настроение потому что просто ивент по сути тоже ничего интересного ладно погнали в штольц и посмотрим что там происходит кроме того что там сжигают что-то южный дом видимо война так проявляется ладно цены тут ужасные но это ожидаемо квесты на земле а робинхольд и там все разорять то есть да война уже активно идет дом робинхольд это какой дом сейчас посмотрим я могу здесь это посмотреть это как раз таки южный белый дом я не хочу с ним враждовать я бы предпочел враждовать с северным домом так что наверное мне стоит не тут квесты брать а еще немножко севернее а здесь караван в шнефельс это по моему где-то на юге откуда я приехал а нет соседний город можно отвезти просто чтобы чтобы выполнить по сути я все равно хочу туда заглянуть а так мне за это еще немножко заплатит так и тут хорошее снабжение так что тут продают дешевле но также тут пропадают жителя так что на самом деле цены тут не очень в любом случае ладно ладно наемники убийца у убийцы есть особое свойство от его класса что он чаще попадает в голову это полезно со всякими цепами но ничего с ним особо делать не буду охотник на ведьм нормальный класс для гибрида если он хорошо заролится охотник нормальный класс для дальневой в принципе у меня есть два дальнобойных чар нормальных правильно типа здесь у меня было 48 почти максимум и 2 звезды так что у него будет типа 88 у этого чего было тоже 48 так что же будет 88 с одаренным там еще типа плюс 4 так что 92 в обоих это вполне нормальный дальний бой один из них с пушкой и кстати арбалетом металки от хорошо но арбалет это лучше хотя тут будут проблемы с переключением ему нужны быстрые руки в таком случае ну или просто на самом деле ему не нужны быстрые руки ему нужно брать правильный сетап под каждый бой типа если это бой в котором арбалет полезнее то я беру арбалет если это бой в котором пушка будет полезнее то я беру пушку перед боем если не знаю что это за бой то я первый ход переключаю туда-сюда видимо ну ладно окей так ну здесь есть храм можно вылечить чаю травму стоп а остальное уже вылечилось оказалось меня было больше травм минус выносливость на челе который не то что прям особо использует выносливость на самом деле пофиг можно за 190 можно и вылечить конечно а с деньгами у меня проблемы ну ладно квест на пропадающих жителей нет квест доставить на юг в рассанан посылку это не то что я могу сделать сейчас ну ладно а там был лагерь некрокультистов которых мы сейчас не убьем явно там была хижина ведьмы это легендарная локация с которой мы тоже ничего особо не сделаем на этом этапе ну хорошо я думаю может быть я думаю все-таки поеду на север в ближайший город смотрю что по пути может быть какие-то утеря где-то здесь в лесу это слишком близко к городу там где-то караваны спавнится не страшно но тут мне вполне могут давать квесты против северян и также тут могут быть нормальные цены но 15 это не то чтобы особо нормальные и наемники тоже не то чтобы особо нормальные плюс защиты но минус урон то есть у него 10 защиты со старта но нет звезд если бы были то был бы танк может быть но увы ладно здесь похищенные дети то есть тут будет квест на ведьму скорее всего и это неприятно цены ужасные ну в мелких городах где еще и всякие отрицательные ивенты ожидаемо квест а да я обратился за помощью к ведьмам можно попробовать ведьмы это очень неприятный бой но можно просто ради интереса попробовать я вроде бы не показывал в этом прохождении гоу суть в чем ведьма пытается контролить моих чуваков и это немножко проблема контроль проверяет мораль 135 мораль кап вот этого и по моему когда 135 анатолий вообще не может за контроль то ли у нее там типа пять процентов шансы в общем что то немножко не юзабельные для ведьмы но проблема в том что 135 у меня только у этого чего то есть в принципе можно этого чего отправить вперед и он эту ведьму убьет но проблема в том что ведьма она не в одиночку приходит а со всякими со всякими другими врагами неплохим вариантом было брать булавы по крайней мере в карман чувакам или в руки некоторым чувакам неплохой вариант кнуты и чтобы булавами можно сланить союзников кнутами можно обезоруживать союзников которые сконтролили и все такое ну посмотрим мне нужно оставаться неподалеку от поселения я отойду вот сюда потому что от поселения в странном болоте ну и подождем ведьма много сестеплетов нормально бывают варианты сильно хуже 10 пауков это не то чтобы страшно не дает этого чего это чел должен выжить чтобы я квест не провалил по сути можно его просто назад куда-нибудь отправить и вот она собственно ведьма она пытается законтролить кого-нибудь у нее не получилось это хорошо на степлетов лучше было бы взять пушку хочу ли я сейчас переключаться по моему она будет не заряженный да но я хочу переключаться потому что арбалет не очень хорош против пауков так не нужно сначала разобраться с пауками но также мне желательно немножко разбить свой строй насколько я смогу чтобы мои чуваки не контролили других моих чуваков в идеале так но так же чтобы они оставались в радиусе баннера так 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 зарядить стрелять сейчас нет особого смысла можно сделать шаг вперед этот чайл просто увести его куда-нибудь назад его там никто не тронет ведьма за контролем моего чувака он действует через десять ходов он будет пытаться убивать кого-то кого-то еще из моих чуваков это неприятно но посмотрим так я мог наверное пытаться освободить союзника ну ладно у меня рядом с этим чайлом есть еще один мой чайл дает минус к урону но не минус к меткости у меня есть быстрые руки я переключусь на кнут и кину дизайн союзника против паука это конечно не очень поможет но что поделать так тут освободиться переключиться тут просто ударить тут освободиться и ударить тут просто ударить и освободить союзника и тут постепенно подходим она скорее всего за контроль этого чайла у него недостаточно типа у него 67 решимости это нормально у нее не стопроцентный шанс будет но да так контроль работает два хода то есть на следующем ходу он все еще будет моим врагом и после своего следующего хода он станет снова союзником и это не мешает ведьми еще одного за контроль то есть она может пока короче она на следующем ходу может кинуть контроль еще на кого-то у меня будет два за контрольных и это совсем неприятно также у нее есть вот такая хранит проклятие и это ужасная механика которая делает бои с людьми абсолютно невыносимыми суть в том что она накинула это проклятие порчу на одного из моих чуваков на баннер в данном случае и весь урон который она получает он тоже получает процентно то есть если я снесу ей половину хп ударом то у него снесется половина хп а если я убью ее то этот человек тоже умрет так что пока эта хрень активна я просто жду и и все и она может кидать эту хрень нон-стопом я могу выстрелить по союзнику или я могу сделать шаг вперед и не выстрелить по союзнику но по паукам я так тоже нормально не попадаю немножко не нравится паттерн пушки короче она по одному выстрелю у этого чего еще за контроль легче ударил до замечательная сейчас тоже ударит кого-нибудь баннер на самом деле причем скорее всего он сменит пушку на тисачок перед тем как ударить ладно но кстати контроль не контроля порчи пропала она на один ход всего лишь так что можно ее бить сейчас но на самом деле на следующий ход она новую кинет скорее всего и нельзя будет ее бить а могу ли я тобой что-то сделать чтобы тебя не стукнули нет у меня он не переключился он был кнутом но это хорошо при этом ведьма может делать всю свою хрень когда она стоит в зоне контроля и это совершенно не мешает да вот так примерно в общем она абсолютно невыносима он переключился все-таки на тисак так что следующий ход он будет бить тисаком скорее всего он за два удара ничего особо не сделает баннер я подожду этим чем тоже подожду чтобы потом отвести их по сути когда мне вернут контроль ты просто отойди у тебя есть быстрые руки так что так а танк мне ничего особо не сделает естественно порча естественно контроль но контроль чувака вплотную к танку это хорошо нужно нужно с пауками разобраться я просто подожду я просто подойду но не совсем упор я не могу снять с себя сетку и ударить так что просто ударю сломаю пауку ногу чай почему нет тебя вот сюда на самом деле стоило бы на у меня уже нет действия а танком я скорее всего да могу выйти из зоны контроля своего же чела на самом деле не стоит лучше пусть он на танке висит так и вот так и посмотрим как это пойдет видимо еще попыталась кого-то законтролить но не законтролила это хорошо этот чел в принципе в радиусе ему главное чтобы паук по нему не попал гнездо убито и паук по нему не попал порчи нет ничего нет так что просто ваншот ним ведьмы и все хорошо отлично и это возвращает меня контроль над всеми и теперь остается только добить пауков ну это ведьма адекватно себя вела потому что они очень любят просто нон-стопом кидать эту порчу и ты стоишь 50 раундов ждешь возможности ударить эту ведьму чтобы не убить своего чао и это дико бесит и собак добивай ну или нет или не добивай 1 ладно против одиночной ведьмы есть в принципе интересная страта что убить всех одиночных смысле что одна ведьма и какие-нибудь там животные или рейдеры или еще кто-нибудь но не несколько ведьм сразу уж типа убить все кроме ведьмы и потом отойти всеми кроме одного чего она этого чего будет контролить и она его скорее всего будет подводить к себе чтобы он ее защищал как бы и в какой-то момент она сбросит контроль и можно будет этим человеком просто взять и шокнуть ее это долго но эффективно полотное варево волосы ведьмы и лут с пауков никаких левуап естественно потому что тупейшая пища обед все еще и мы получили немножко денег мы получили немножко более хорошие цены 17 это терпимо я куплю торф я куплю инструменты я пойду сгоняю в тут цитадель и посмотрю что там происходит караван на севере заспавнился бандиты здесь заспавнились я просто блин не хочу с ними сражаться потому что эксперт все равно не получаю нормально ладно что тут сценами тоже 17 на самом деле я думаю я все-таки продам ся так а дизарма за полторы тысячи это в принципе терпимо но также я их сейчас на войне целую пачку скорее всего залутую топор за 3400 это чуть дороже у именной клинок с красный с красным свечением таким пушки они именные у них лучше статы и собственно все но да это по сути редкий более крутой шмот это редкая и более крутая версия фехтовального клинка который которого я по моему не видел еще в обычном варианте у него явно увеличен урон потому что 4260 это слишком странный разброс и умение оружия тратят на минус 3 меньше выносливости то есть на 3 меньше выносливости это его особое свойство короче у этих именных пушек у них ролятся какие-то разбросы статов что типа у него может быть больше прочности чем дефолт может быть тут у него и так больше прочности может у него там по дефолт 40 или 45 должно быть у него может быть больше урон у него может быть больше урон по очкам здоровья у него может быть больше урон по броне он может тратить меньше выносливости просто и он может тратить на умение меньше выносливости а тут как минимум скорее всего повышен урон Потому что, опять же, 42-60 это слишком странный разброс И у меня оружие тратим на 3 меньше выносливости Это тоже свойство этого конкретно меча Остальное, мне кажется Ну, кроме... Я не знаю прочности и выносливости Но урон по здоровью и урон по броне Точно у него неизмененные Скорее всего, максимальный урон у него тоже неизмененный Типа у него по дефолту там какой-нибудь 40-60 А тут 42-60 Но в любом случае, фехтовальный меч я не хочу использовать Это нужен специальный билд И у меня нет подходящего чара для такого специального билда В данный момент, по крайней мере Так, что тут есть интересного? Дикарь На самом деле не очень интересный У дикарей очень много стамины и хп И достаточно много решимости Но, в принципе, стандартная меткость Стандартная защита Низкая защита от дальнего боя, видимо Скорее всего, у него там от минус 10 до 0 ролится Или что-то такое У него просто сейчас в данном случае 0 Но этот как бы не супер Охотник с 59 дальнего боя Это неплохо Но мне не нужен еще один охотник Ладно Но квесты на войну мне как-то не дают Я думаю, мне стоит Все-таки туда немножко сходить и побить караваны И еще Потому что с караванов можно что-нибудь хорошее получить В плане эквипа Иногда даже Даже с обычных торговых Или так Или армия Могу ли я с ней что-то сделать В текущей ситуации Это интересный вопрос этот чел слишком слишком не очень но можно и просто заменить на кого-нибудь типа взять такого чего который тоже на самом деле не очень вот такого чего и в первый ряд его арбалет тут лучше зайдет чем пушка особенно учитывая что у меня еще нету страшения ладно гул попробуем несколько алибардистов несколько арбалетчиков несколько боевых псов вообще пофиг много пехотинцев вообще пофиг алибардисты арбалетчики здесь опасные враги и мне интересно насколько насколько их несколько но сейчас посмотрим так ничего интересного этих червов нет хотя на самом деле я вот этот броню перекину на кого-нибудь типа этого чувака у меня особее этот ловкач ему не надо то есть разве что на этого чувака она будет опять лучше погнали в лесу у меня не в лесу ночью можно так попробовать без дальнего боя но ночью собаки арбалетчик 16 врагов всего в принципе скорее всего довольно терпимо что тут сразу видно арбалетчик со средним арбалетом без какой-либо хорошей брони он по сути ваншотный этот чувак брони на 150 от чувак брони на 150 но у меня и так у всех примерно такая же или чуть лучше шапки у всех трешевая ладно ладно быстрые руки у тебя есть нужны ли они тебе сейчас я думаю лучше ударить этого чего потому что молот опаснее чем все остальное что здесь есть то что молот хорошо пробивает броню и хорошо бьет хп сквозь броню булава может достанет в принципе неплохо дамажит но ничего особо страшного мечи вообще пофиг самые опасные враги это алибардисты меня обалечить самые опасные враги на самые опасные враги не дальневойны это алибардисты чего не могу это пса ударить непонятно но почему-то я не мог этого пса ударить ладно у этого чего у нас молот хороший десятки но нет ничего что можно было выкинуть далеко так еще один алибардист о нельзя бить сквозь эти заросли хорошо нельзя значит не будем собака не хочет лепиться еще один алибардист у всех троги за армия хорошо в том плане что хотелось бы их себе достать но это плохо в том плане что это самое опасное оружие которое может у этих чуваков быть ладно я подойду стукну этого чего я подойду вплотную к алибардисту у два тяжелых арбалета это страшно но правда это ночь так что они не совпадают также это страшно но это опять же хорошо в том плане что достать себя тяжелый арбалет я за ужасная генерация с вот этой травой но что поделать стукнуть арбалетчика 1 1 шага не хватает стукнуть этого чара собака убегает но это не сильно мне поможет чем-либо ударить алибардиста я бы хотел так чего вы такие косые сколько там шанс 74 процента почему что у него свой щит поднят и все равно хотел бы его оттолкнуть даже так меня с местами ладно у этого чего нет быстрых рук это мешает может мне бы хотелось подойти ударить этого чего но мне придется подойти ударить какого другого чего наверно булаву я могу подойти ударить алибардиста или более хороший вариант дождаться хода этого чувака подойти ударить алибардиста более мощной пушкой ну что тогда этим чаром делать дизарм сквозь пусты опять же не работает так что видимо я иду на север получится получится так сколько защиты 23 маловато но видимо есть гримы к истерпимая броня видимо я сюда вот в окружении встаю и пытаюсь что-то сделать минус 1 алибардист хорошо и он дропнул свою дизарму это вообще хорошо они стреляют в танк зачем-то этот человек пошел туда ладно собака ходит не скоро хочу ли я что-то с этим делать я подожду пока что здесь шаг вперед и ударить алибардиста и ударить трава алибардист здесь можно стукнуть мечников ау-ау серьезно чувак можно ты не будешь так подать ладно я ударю то я мог бы переключиться на хлыст и дизаром на талибарду ну и так норм этого бы как-нибудь и контроль за балетчика но этим чаром не получится так тут есть быстрые руки я переключусь и ударю того кому чуть чуть выше шанс здесь нет да мне важно за контроль за балетчик потому что они опасны было бы неплохо убить алибардиста но кстати не тем другим я не могу сейчас убить но я могу тесоком подойти с дизармить его а или я могу его убить этим чаром если если не будет делать шаг мне дадут сделать шаг отлично так тот убегает этот тридцать один процент двадцать шесть процентов пятьдесят два процента я могу только один раз ударить танком я ничего прям особо хорошего сделать не могу собака репнулась и этим чуваком я тоже ничего прям особо хорошего сделать не могу этот арбалячик выстрелить еще раз могу сделать шаг вперед и ударить туда но выстрелить на них пойдет хорошо главное чтобы этого чего не запинали 645 сами сами по убегающему на убегающий сам умрет так что лучше ударить этого чего еще раз ударить этого чего и добить его хорошо тут я могу только ближайшего а не от быстрых рук а начал подошел к танку и бьет только его этих у обоих чуваков полностью целая броня так что может быть имеет смысл их окружить и запинать потому что у них по 150 броники посмотрим как пойдет мне не нравится этот чувак так что дизайн его нет 24 защиты человека раз попал неприятно но бывает так неважно стукнуть этого чего и и они оба с мечами они оба будут бить по одному разу и поднимать щит скорее всего они его не убьют даже если у попадут по нему арбалетчик страшнее но с ними ничего сделать особо не могу переключусь на кинжал закончу ход пытался убежать все все сбегают пытаемся окружить скорее всего за этот ход не получится так не переключил пушку это было ошибкой теперь этот чувак попытается убежать и получит топором в лицо 1 так ну короче мы не получим их шмот вероятно может быть одного этого получится убить догнать их но ему шапку повредили но не повредили броню этому так хочу ли я подходить а подожди пока что чувака разрезные артерии так что тратим по три очка хп заход нехорошо так удачи встал этот чаштоф не получается нормально окружить ни у кого не хватает стамины ты можешь сюда подойти ты можешь что подойти надо на по 3 очка 10 очка 10 очка здоровья заход теряет но какое-то время еще поживет с этого чего броня будет потому что она у него в итоге не поврежденная но с остальных мини не надо так можно так хорошо два тяжелых арбалета одна всего лишь гизарм при том что мы было три броня на 151 терпимо но не идеально но арбалеты от хорошо у меня есть арбалетчик у которого сейчас 40 60 урона а теперь будет а 50 70 урона и немножко лучше пробой брони урон по броне пробой брони такой же вот и и гизарму я дам кому-нибудь есть мне кто-то у кого есть быстрые руки на нет второй пушки у меня есть куча куча кого-нибудь у кого есть вторая пушка но нет быстрых рук их проблема не ладно этому чего отчей минус 35 процентов здоровья неприятно отсутствие лего лапов неприятно но это опять же тупейший обед проблема в том что почти все обед и тупейший обед и не так наверное все таки ладно чиним вот это вот все хорошо наверное хочу в кратин лэнд сходить и там продаться ну что там цены нормальные пока я дойду у меня как раз и починиться все немножко похилиться может быть по пути на крован нападем посмотрим известно цитрада растет и теперь у нас будет прокачка все-таки где-то крованы сейчас там крован снабжение ладно что тут что тут по ценам 19 отлично я продам по 133 торф я продам пушнину я продам это копье я продам обычные метательные копья большую часть калчанов наверно все даже трешевые броники решивые шапки все вот это вот это пор тоже продам один из молотов один арбалет у меня такой и квитнут так что второй вполне можно продать не нужно особо много арбалетов оставлю два каплевидных считает для треугольных счета и два железных счета на всякий случай матерь куплю инструменты куплю кучу рыбы что-нибудь еще интересно раме можно вылечить травмы ничего прям суперинтересно тут нет ополченец страшовым ром ближнего боя этот немножко лучше потому что у него плюс 5 еще 57 58 на самом деле но без звезд до 3 звезды в защите может быть танк проверю этого на не у него тоже нехорошо ладно квесты доставка не не хочу неважно куда и караван не не хочу неважно куда печально и мне нифига не дают квесты может быть там сходим посмотрим я хочу квесты против желтого дома но не вообще не дают квесты зачистить лагерь разбойников лагерь свободных людей к западу от поселения это не то что я видел в болоте это то что видео в болоте не я обойдусь лагерь разбойников в болоте это не то с чем я хочу связаться ладно ладно щиты но нельзя ходить первый ход люди отказываются от жалования но травмы не исцеляются это ужасно и чудовище это тоже ужасно это не то с чем я сражаюсь и минус к решимости минус к навыкам в бою с тем с кем я сражаюсь это не очень хочется блин я скорее всего дроп на это прохождение после войны и может быть начну новое не со сраными обетами потому что они медико бесит когда я начинал я думал что о мне будут давать на выбор 3 каких-то каких-то обета которые дают какие-то бафы и какие-то дебафы и мне нужно брать что-то что мне наиболее помогает и наименее мешает мне мне вы мне выдают три обета которые не дают абсолютно ничего полезного но дают абсолютнейшее говно в плане дебафов и мне нужно выбирать из трех сортов гана хотя и травы не исцеляются хочу штурмовать типа а ты не качаешься а ты имеешь минус минус 10 всех статов в бою с любыми врагами кроме одного конкретного типа врагов с которым ты не хочешь сражаться есть патруль вот только за головы не брукдорф хольцбург и обратно сюда вернуться я на это в принципе то где так нахожусь но я хочу все-таки квесты связанные с войной можно немного альбардистов арбалетчик несколько боевых псов у этого чего травмы она не исцеляется так что нет ладно я нападу на этих чем потому что я хочу альбарды в основном подожду не скорее всего до армии благородных домов очень любит подходить даже если у них преимущество по дальнему бою так что подожду пока они подойдут постреляю по ним с возвышенности собак этого чава у тебя того чава три гизарма опять же плюс еще пиков был один арбалетчик я бы хотел за контролить его танком так так да правильнее было бы сначала всеми подойти потом бить тяжелое арбалет мы посмотрим быстрых рук нет так что отбивайся альбардой и тут нет нормального выстрела потому что я мне всегда все мешают может быть отсюда будет выстрел потому чего но вряд ли да тогда просто вот в толпу палец промахнулся хорошо потом сверху еще мяч не был стукнуть альбардист альбардисты сильно опаснее чем все остальное пикер туда же хотя он менее опасен типа этот чувак в одиночку нанесет мне значительно больше урона чем эти двое например то есть по вот этим вот трем даже чем эти трое этот сильно более опасен так что убить его и потом уже разбираться со всеми остальными 1 так могу за контролить но и на самом деле хочу за контроль зарпалетчика 30 процентов потому что стена счетов особо больше делать нечего 52 дошло уткнуло ожидаемо я могу подойти туда насколько это мне поможет и насколько этот человек выживает в такой ситуации 30 защиты так что вполне выживает скорее все сойдет альбардисты также сильно опаснее чем чувак с щитом который каждый ход поднимает щит так что он один раз бьет своим одноручного оружия так что с ним особых проблем не предвидится этим челом помогу собакой разобраться с тем чем который сверху и тут я почти могу подойти но почти ладно лучше бить пехотинца не собаку хотя шанс одинаковый и пехотинец опять же сильно опаснее 22 того часа 72 процента хорошо прям сразу сбегает все хорошо шаг вперед и ударить альбардиста так за контролем стан нехорошо травма нехорошо тут есть быстрые руки но мне нужно убивать того чего они этого как мне не потерять этого чава скорее всего никак типа я не могу сейчас никем бить того альбардиста я могу подойти и надеяться что он будет бить того кто ближе к нему я могу сделать шаг и потом выстрелить нет не могу нужно три очка действий на выстрел я могу все равно выстрелить и надеяться отлично эти двое конечно могут его все равно убить учитывая что они 36 хп но у него ловкач так что может и не может не могут посмотрим минус чел минус чел и он еще не того бьет хорошо собака конечно неприятно но я все-таки подойдут того чего который убегает я даже особо не смотрел чего не было в плане клипа они брони может у кого-то была нормальная но в принципе нормальная здесь это 150 150 у меня так есть это не сбежал вау а можно не вешать травму кинжалом так так можно кто-то из этих будет ходить я хочу сделать вот так столкнуть его чтобы он получил урон падения это было не самое лучше не самым лучшим вариантом тоже теперь его сложнее бить надо зато весело не могу убить с возвышенность на что на 2 клетки выше на 2 клетки вниз бить нельзя только на 1 победа и все еще никаких лавы лапов блин я ненавижу обед и понижающий прокачку типа если бы у меня не было того обеда то у меня бы сейчас было на уровень выше у всех наверное но нет вместо этого у меня на уровень ниже у всех минску нас лести не страшно минус к навыку на танке вообще не страшно так что это пофиг травмы у этого чего минус к защите инициативе это не пофиг травма эти чуваки хотят в бой не но они-то хотят на тебя алибарду допустим вместо этого чего так и теперь вместо этого чего хорошо хорошо можно мне квест не такой замечены тролли не можно ради интереса посмотреть сколько троллей я сохранюсь если что 4 на самом деле это вполне проходимо но скорее всего с травмами точнее загружусь и не буду варвар и тролль в броне варвар и налетчики варвар упротитель страшно страшно настолько страшно что я наверно не хотел бы с этим связываться и к счастью они на меня не напали но автопауза местами странно работает когда я вижу еще один отряд сразу же и на купить чуть еды в принципе продать чуть хлама цены терпимые а какого именно хлама эти кольчуги эти шапки это я не починил почему-то на пофиг так дизарму я оставлю тяжелый арбалет еще один я продам здесь опять же хочу оставить два куплевидных счета и два треугольных счета и купить инструментов окей ну может быть может быть в следующий раз мне дадут квест на войну и можно будет мне немножко поучаствовать тоже сейчас мне давали только против южного дома с которыми не хочу связываться а этот человек интересен плюс 5 ближнего боя так что у него 59 лесоруб в принципе хороший класс у него много хп у него много стабины у него достаточно решимости обычные боевые статы как у него будет восемьдесят один восемьдесят четыре с вот этой храни с удаленным принципе нормально но не знаю мне сейчас нужно моего рыцаря нового качать так что наверное пока что не буду такого нанимать ну да я на этом наверное все таки закончу в следующий раз опять же надеюсь мне дадут какие-то квесты против желтого дома потому что я не хочу воевать против синего против белого как его назвать а вот против желтых хотелось бы я против них и так воюю и без квестов но квесты на войну бывают прикольные ну и если не дадут то просто так с ними еще повоюем потому что я хочу больше дизарм я хочу больше чего еще доспехов хороших потому что там иногда будут спавниться более крутые чуваки чем просто пехотинцы типа какие-то межевые рыцари сержанты бывают в хорошей броне и все такое мастера дуручного меча бывает хорошей броне так что можно будет с них подоставать броню по 210 которая да вот такую типа это было бы неплохо но посмотрим но на сегодня на этом все тогда я надеюсь вам понравилось это видео спасибо за просмотр с вами был ваймс пока